Шабат Шалом Благословен Господь, дающий Тору. Амин. В последних трех казнях описывает непосредственно сам исход и праздник Песох, который вместе, кстати, с праздником опресников устанавливается как вечное повеление от Господа для празднования. И заканчивается глава посвящением всего первородного Богу. И если обобщить все вышесказанное, то можно сказать, что глава Бо – это такая завершающая стадия освобождения еврейского народа из египетского рабства. Ну, как вы помните, на прошлой неделе мы главу не комментировали недельную. У нас была конференция. И я бы сказал, не просто конференция, а прекрасная конференция. И я думаю, что вы все вдохновлены. И я вместе с вами. Но хочется все-таки прошлую недельную главы тоже охватить, чтобы, скажем так, ничего из того, что Бог хочет нам сказать через Пятикнижие Моисеева, не было упущено. И поэтому я, с вашего позволения, прокомментирую две главы. Главу Ваера и главу Бо. Это отрывок с 6 главы 2 стиха книги Исход по 13 главу 6 стих. Так, хорошо. И начинается этот отрывок со следующих слов. Одну секундочку. Так. И говорил Бог Мошея, сказал ему, я Господь являлся в Раму, Ицхаку, Якову, с именем моим Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. И запомните, я об этом чуть-чуть позже немножечко скажу. И для нас, как я сказал, этот отрывок местописания, он хорошо известен. Я думаю, что если задать вопрос, сколько было казней, вряд ли здесь найдется человек, который скажет, что 5, 8, 9, все знают четко. 10 казней, да. И нам особенно это знакомо, потому что мы еврейская мессианская община. И когда мы празднуем праздник Песах, то мы с вами все об этих казнях традиционно вспоминаем, да. И, ну, давайте все-таки начнем с нашего комментария. Для этого я хочу все-таки, чтобы мы вернулись немножко в события, вспомнили всю картину целиком. Если мы вспомним, то Бог призывает Мошея, и Бог дает Моше повеление, говорит, я посылаю тебя к Паро, и ты выведешь народ мой. И Моше говорит, он говорит, ну, кто я такой, я не могу, Бог говорит, ничего, я тебе всем наделю, дам тебе три знамения, и народ поверит, в общем, все, что нужно, я тебе дам. А в придачу дам еще тебе хорошего друга твоего родственника, готового оратора, аарона, который говорить будет вместо тебя. И вы помните, что с этим стремлением он приходит к фараону, но фараон, в принципе, с ним даже не разговаривал, по большому счету, и ужесточил работы для израильского народа, и проблемы стали еще больше, народ начал роптать на Моше, Моше, естественно, он расстроился. Это нормальная реакция человека, ну, представьте, Бог дает, он думает, что я сейчас приду к фараону, у меня с ним будет очень серьезный диалог, я ему засвидетельствую, и все будет хорошо, хотя Бог предупреждал его, в принципе, что, ну, не все будет так просто, но Моше где-то огорчился, это мы видим из 6 главы, вот того, что я прочитал, потому что всесильный, он здесь говорит, что я открывался до этого одним именем, сейчас я буду открываться тебе другим именем. И он открывается в Моше, как Бог Яквы, Бог, который имеет личные взаимоотношения с Моше, в первую очередь, и Бог, который хочет иметь личные отношения с народом. И интересный момент, что после, именно, когда Бог открывается ему в новом имени, то он говорит ему следующее, «Поэтому скажи, сынам Израиля, я Бог, и я выведу, я вас из-под иго египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мощью великую и страшными карами, и возьму я вас народом себе, и буду Всевышним, и узнаете вы, что я Бог всесильный ваш, выводящий вас из-под иго египтян, и переведу вас в страну, которую я поклялся дать Аврааму, Ицхаку, Якову, и отдам ее в наследие вам». Я Бог. После того, как Бог открывается, как Яквы, Бог личных взаимоотношений, он говорит о спасении непосредственно. И мы читаем в этом отрывке, показаны традиционно четыре, но я бы сказал, пять аспектов спасения, которые мы можем видеть. Это выведу, избавлю, спасу, приму и введу. И также по этому поводу я читал один интересный комментарий о том, что, идя к фараону, Маше ожидал все-таки такого быстрого действия, определенного действия, и то, что Бог ему сказал о том, что не так просто будет, ну, не так просто фараон вас отпустит. Он как бы не сильно принял для себя, понимая, что те знамения, которые он получил для еврейского народа, он сможет продемонстрировать, в принципе, и для фараона, и это будет как раз теми чудесами, о которых ему и Бог и говорил. Но, как мы знаем, это не произошло, и Бог, опять же, утешая, открывается, как Бог, Бог милостивый. Открываясь, как Бог желающих иметь близкие отношения, Он также показывает, что Он милостивый Бог, и милость эта распространяется непосредственно, как на народ Божий, но не только на Божий народ, но это мы увидим на примере дальнейших событий. Дальнейшие события наши с вами – это 10 казней. И давайте начнем с того, почему же эти казни вообще были, и какая их была цель. Ну, во-первых, мы с вами знаем, что каждая казнь – это была казнь над божествами египетскими. Я не буду об этом углубляться, мы об этом слышали, и, производя эти казни, Господь показывал и фараону, Он показывал и египтянам, и Он показывал еврейскому народу, что Он есть истинный Бог. Во-вторых, эти казни, они были наказанием. И наказанием за что? Наказанием за геноцид еврейского народа. Вы помните историю, как фараон приказал повивальным бабкам умерщвлять новорожденных мальчиков? Вы помните, что, помимо этого, мы читаем, вот в 3 главе, в 7 стихе написано, что «Увидел я бедствия народа моего, который в Египте, и услышал вопли его из-за притеснителей его, ибо познал я боль его». Представьте на секундочку, ну, Он услышал вопль и познал боль. Ну, состояние рабов мы понимаем, это непростое состояние. Это был геноцид, геноцид еврейского народа. Но было ли Божьей целью наказание для истребления? Вы знаете, я уверен, что цель Божьего наказания не есть истребление, это есть исправление. Но если человек или народ не исправляется, то, естественно, наказание, оно приводит к истреблению. И в наше время, друзья, время всеобщего гуманизма, вот когда на первое время, на первое место становится не Бог, а человек, как высшая ценность, это общее влияние общества, оно производит влияние даже на верующих людей, которые, в принципе, не утверждены в истине. И зачастую, я думаю, что у людей, которые вот читают нашу главу недельную и вообще читают Ветхий Завет, возникает вопрос, почему мы видим столько своего рода жестокости, да? Почему Бог поступает так, поступил с египетским народом, почему Бог поступил так с фараоном, неужели у фараона не было шанса? Ведь мы читаем, что, в принципе, Бог ожесточил сердце фараона, да? Вот если мы прочитаем исход 7 главу 3-5 стих, написано, «Я ожесточу сердце фараона и умножу знамения мои и чудеса мои в стране египетской, и не послушает вас фараон, да? Читаешь, и кажется, что, ну, Бог же ожесточил его сердце, как же? Но я хочу сказать, что у паро, у фараона, у него был шанс. Всегда у каждого человека есть шанс, и у каждого человека есть право выбора. Нет людей, которые рождаются на погибель. Вот нет, что Бог, вот вы избраны, и вы рождаетесь для того, чтобы иметь жизнь вечную. А вы предназначены для того, чтобы идти в погибель. Нет. Погибель происходит в средстве неправильных поступков людей. Писание, золотой стих Библии, Иоанна 3,16, говорит о том, что, «Ибо так возлюбил он мир, что отдал сына своего динародного, чтобы всякий уверующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий уверующий. У всякого, кто уверует, есть такая возможность. И я хочу показать вам на примере нашей недельной главы, на примере фараона, этот принцип. Но буду пользоваться не сильно дальним переводом, а все-таки оригиналом, потому что, читая вот синаидальный перевод, немножко искажаются факты. И мы видим, что Бог действительно ожесточил сердце фараона. Как мы прочитали, седьмая глава, с 3-го, 5-й стих, «Я ожесточу сердце фараона». И написано, что Бог сказал, что явит множество знамений и чудес. Давайте посмотрим, множество – это сколько? Почему именно 10? Неужели 5 – это немного, или 8 – немного? Ну, как определить количество множества? Да? И смотрите, если посмотреть на ситуацию происходящую, вот если в моей жизни хотя бы 5 произошло таких ситуаций, я бы, наверное, поступил по-другому. И если мы будем читать в оригинале, то в первых 3-х казнях и первых 4-х чудесах, потому что, ну, первое чудо, которое было с посохом, который превратился в крокодила, или, как написано, в змея, который поглотил змей, которых сделали чародеи, это не считается казнью, это считается чудо. Так вот, в первых 3-х казнях и 4-х чудесах написано в оригинале, что укрепилось сердце фараона. Не написано, что Бог его ожесточил. Написано, что сердце его укрепилось. По каким причинам сердце его укрепилось? Потому что практически во всех этих моментах, кроме последнего, он увидел, что его мудрецы и чародеи могут сделать то же самое. И он от этого, как бы воспрял духом, его сердце укрепилось, думает, не боимся мы этого. Смотрите, дальше, после 4-й казни, нападение дихих зверей, или, ну, нам в сеноидальном переводе более известна эта казнь, как песих мух, которая, кстати, эта казнь, она показала, что еврейский народ, он еще и отделенный народ, потому что эти животные не нападали на еврейский народ. Мы читаем, что ожесточил фараон сердце свое, и на этот раз не отпустил он народ. Опять же, это был выбор фараона, не написано, что это сделал Бог. Фараон сделал, он ожесточил свое сердце. Давайте пойдем дальше. Пятая казнь. После пятой казни, это был мор скота, написано, что очахчилось сердце фараона. Пять казней, шесть чудес, ну, я думаю, в принципе, что это более чем, ну, чем достаточно, чтобы человеку понять, что происходит, с кем он имеет дело, и что происходит, да? Но мы видим, что сам фараон, после каждой казни, он делает свой выбор. Он сам делал этот свой выбор, не обращая внимания на то, что Бог производил и делал через Маше. И вот после шестой казни написано следующее. Очень интересно. Это исход 9 глава, 12 стих. И ожесточил Бог сердце фараона, и не послушал он их, как Бог предсказал Маше. Посмотрите, прошло шесть казней, и после этого Бог, опять написано, Бог уже ожесточил сердце фараона. Смотрите, получается, фараон, он медленно, очень медленно, но очень уверенно приближался к своего рода точке невозврата. И мы сейчас увидим это на примере Писания. Бог, даже после этой шестой казни, Бог, который ожесточил его сердце, он ему дает шанс. И это написано в 13 стихе, «И сказал Бог, обращаясь к Маше, встань рано утром и предстань перед фараона и скажи ему, так сказал Бог всесильный евреев, отпусти мой народ, чтобы они служили мне, ибо я на этот раз я пошлю все кары мои в сердце твое и на слух твоих, и на народ твой, дабы он знал, что нет подобного мне на всей земле». И Бог предупреждает о казни Граде, но фараон не слушает. И в 9 стихе, в 9 главе в 27 стихе мы читаем, «И послал после этой казни, и послал фараон и призвал Машея и Аарона и сказал им, согрешил я на этот раз и прав Бог, а я и народ мой грешны». И просит Машея и Аарона помолиться, Машея и Аарон молятся, и после этого в 34 стихе фараон видит, видя исправление ситуации, написано, «И увидел фараон, что прекратился дождь и грать и громы и продолжал грешить и укрепил сердце свое». Фараон делал осознанный выбор. Он осознал, что он грешит перед Богом, что он стоит перед Богом, и он осознанно продолжал грешить, ожесточив, укрепив свое сердце и дальше написано, ожесточив свое сердце. И после этого, мы уже читаем впоследствии, во всех последних трех казнях, мы видим, что уже написано, что Бог ожесточил сердце фараона, потому что фараон, он прошел эту точку невозврата. Фараон стал человеком, который не заботился иметь Бога в свое сердце. И Бог, как пишется знакомый нам слава, Бог предал его превратному уму и ожесточил его сердце. Это Бог сделал. И сам Паро, он предназначил к себя к этому осуждению. Не Бог его определил, это был его выбор. Я верю, что у него, видя те дела, был шанс сделать выбор и не пойти таким путем. Но это был личный выбор фараона. И дойдя до определенного пути, у него не было момента сделать уже обратный шаг. И для нас с вами это интересно, почему? Потому что у верующих Нового Завета так же сама может быть эта точка невозврата. И Писание пишет, что спасение можно потерять. Нельзя сказать, что я однажды спасен, могу делать все, что хочет. В послании апостола Иуды написано, что есть смерть вторая. Мы читаем об этом. Смерть вторая. И вспомните, что в принципе, если мы посмотрим дальнейшую жизнь израильского народа, то за осознанный грех не было жертвы. За осознанный грех, как в ситуации с фарона, было смерть, когда делался грех осознанный. И в Брит Хадыша мы считаем, что были грехи к смерти, также, были грехи определенные, которые были к смерти. И в послании к евреям 6-й главе 4-м и 6-м стихе написаны следующие слова. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусящих дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусившего благола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себя Сына Божия и ругаются Ему». Опять-таки, точка невозврата пройдена. Невозможно обновлять опять покаяние. Тут говорится к еврейскому народу, которые сказали, что Иешуа есть Мессия, потом вернулись и сказали, что это не Мессия. Сказали, что это не Мессия. Есть определенная точка невозврата и в жизни Паро он эту точку невозврата прошел. И в истории нашей недельной главы мы видим интересный момент, что среди египетского народа, над которым происходили все эти казни, были люди, которые как раз на шестой казни поняли, они осознали на казни Града, что это Бог, и это Бог всесильный, и это Бог сущий, это Бог вседержитель. И написано в 9 главе 20 стихе, «Тот из слух фараона, кто убоялся Бога, собрал работников своих, и скот свой под крышу, и тем самым они спаслись». И мы опять-таки читаем в конце нашей недельной главы, мы читаем о том, что когда был исход, написано также «многочисленная толпа, и на племенникам вышло с ними». И скот мелкий, и скот крупный, очень много скота. Посмотрите, очень много людей, не только египтян, но многочисленная толпа, и судя по скоту, это была большая группа людей, которая вышла с евреями из Египта. И, знаете, я скажу, что вот эта вот толпа иноплеменников, она совершила Песох вместе с еврейским народом, потому что ангел смерти, я думаю, прошел и мимо их их домов, потому что если бы ангел смерти не прошел мимо их домов, они вряд ли бы вышли, но они вышли, потому что они делали это вместе с еврейским народом, совершив Песох. Поэтому давайте будем помнить всегда, о том, что есть точка невозврата, будем совершать наш путь в страхе и трепете перед лицом Богом, помня, что Иешуа Маше есть наш Песох. Амин. Маше 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 Субтитры создавал DimaTorzok